Девушки отдыхают В центре «Урасамол» третий этаж Да, Петя, да В командировку на две недели Но у нас просто нет другого выхода Не переживай, я справлюсь Одна с маленьким ребенком в четырех стенах Знакома? Сегодня наша тема очень сложная, многогранная, но важная Родительское выгорание Это шоу для мам и пап Мы справимся Я Вика Андреева Сегодня в выпуске Иллюзия о семейном счастье История Александры Семена Родителей троих детей Я в первую очередь принимала решение Когда и сколько детей у нас будет Что скрывается за успешной жизнью Предпринимательницы Натальи Матери двоих дочек Малыш говорит, я тут главный, а все остальные под меня Под какой маской скрывается выгорание? Родительское выгорание Она такая вещь, что не знаешь, когда она наступает Психотерапевт Татьяна Сабарайкина расскажет о первых звоночках Когда вы мама, а чувства счастья все еще нет Как быть? А смогу ли я вообще полюбить ребенка после такого? Лена Деодорова о своем эмоциональном выгорании Материство прикрывают счастливыми фотографиями в соцсетях Но по-прежнему мало кто честно говорит О раздражении, бессилии О том, что совершенно нет времени побыть одной Даже сходить в туалет, и то непросто А потом выясняется, что тебе нужно не свободное время А психотерапевт Было ли у вас после родовая депрессия? Не было ее Да, в первый месяц было очень тяжело Но так таковой какой-то очень сильной депрессии у меня вот не было Да После первого ребенка, после первых родов у меня была депрессия Она полгода очень уязвимая была, опустошение какое-то было Нагнетает так сильная обстановка, что сидишь дома и не выйти И как бы и муж на работе, и тяжеловато в этом плане Ну не знаю, я не наблюдал у своей жены после родовой депрессии какой-то Да, есть какие-то трудности, когда ребенок плачет и не понимаешь, что он хочет А так, чтобы жена там встала и сказала, что все в депрессии, такого не было Маловероятно, что такое есть Ну я бы не сказала то, что прям депрессия была Да, я просто скорее хотела выйти на работу Ну что я и сделала После старшей дочки, вот первого ребенка, у меня немножко был бизик, конечно Это был первый ребенок, и я слишком заморачивалась У меня такого не было У меня была депрессия с сыном, но во время беременности А после родовых депрессий никогда не было И слышал, и видел, и ощущал на себе Потому что, ну да, это гормональное явление С этим сталкиваются, я думаю, многие И ничего в этом такого из ряда вон выходящего, трагического нет Такое счастье испытать двойное материнство Первая беременность, сын и дочь Поэтому депрессии нет, у меня не было депрессии Ну, честно говоря, в тот момент я думала, что у меня нет депрессии И казалось, что это норма Но на самом деле сейчас, пройдя вот уже этот путь Уже ребенку четыре с половиной, я понимаю, что да, она была Конечно, перестройка как бы от свободной жизни, да К тому, что ты теперь принадлежишь ребенку как минимум до трех лет, да Нет, я думаю, нет, вообще мне некогда было депрессовать Потому что я очень активная мамочка Я не сижу просто так дома Смотрю и за старшими, мы посещаем разные кружки Я работала так же, да В первые дни я вообще не понимала, что я стала мамой Но после родов такое ощущение было, как будто я сестра Как-то со стороны наблюдения, например, ребенок лежит, я лежу И не понимаю, это мой ребенок? Типа такого было Но оно прошло со второй беременностью Мужчинам просто нужно собраться и потерпеть, вот и все Ничего вот такого Нелегкое время Но мне помогал муж И, ну, довольно-таки быстро я вышла из этого состояния И справилась Вообще не надо себя сильно требовать многого от себя в тот момент И всем мамочкам, хочу сказать, просто наслаждайтесь Если хочется полежать, полежите Грязные полы от вас никуда не убегут Хотя бы один час в день выделить для себя, для того, чтобы вы были отдохнувшей, счастливой Если будете вы счастливы Если мама счастлива, значит счастлива семья Наши первые гости знакомы с проявлениями послеродовой депрессии не понаслышке Александра и Семен родители троих дочек Старшая Жене 7 лет Даяне Доминикане 5 лет О мире год и 7 месяцев Первые сложности начались у них после рождения второго ребенка Это был огромный опыт борьбы с послеродовой депрессией Казалось бы, к рождению третьего ребенка родители были готовы Но и там появились свои трудности Вместе вы 8 лет Да Женаты 7 Женаты 7 И сразу же у вас появились детки В течение 5 лет у нас трое детей Вы молодцы герои И получается у вас и бабушки, и дедушки, и дяди, и тети Там все смотрят ваших детей, ваших дочек Изначально родители выстроили какую-то границу Мы тоже уважаем их личное время Наши дети это осознанные дети Родительство осознанное Поэтому перекладывать на кого-то своих детей Мы не хотим по сей день Я сама мама и знаю, как это сложно У меня всего лишь один ребенок У вас 3 дочери Как вы справляетесь? С первым ребенком всегда тяжело Потому что мы были без... Опыта у нас не было А тяжело это как? Что происходило? Она родилась с гипертонусом И не могла ходить в туалет самостоятельно Это нам... Через день мы вызывали скорую Еще мы жили далеко на Сергилях И остались один на один с ребенком У нас была повышенная тревога Вот Семен, даже я помню, когда он предложил мне Саша, давай ты будешь до 3 часов ночи сидеть у кровати и караулить А потом я проснусь, до 7 посижу и на работу пойду И вот как-то мир стал крутиться вокруг этого маленького человека И мы буквально ходили как зомби, не спали Не кушали Все время носили на руках этого ребенка Когда просили помощи у родителей, они приходили и говорили Что мы неправильно делаем Как надо было Сейчас, мне кажется, это был совет Тогда мы воспринимали это как... Критику Да, как критику Все, кроме помощи, воспринимается в штыке И это оказалось только начало Пока не родилась вторая дочка Получается, у тебя маленький ребенок, грудничок, который кушает каждые 3 часа Круглосуточно Старший ребенок, но ей всего 2 года И она не понимает, что мама нужна еще кому-то Все пошло не так, как мы хотели Как мы планировали Хотя это дети были запланированные Как вы справились? Ну, со второй дочкой у нас был какой-то менее накопленный опыт Мы даже просыпались, кормили ребенка по очереди Я не брала всю ответственность на себя Ну, я понимал, что сидеть с маленькими детьми целый день – это ужасно утомительно Не то слово И поэтому после работы я приходил домой и старался как-то помочь бытовыми этими заботами Постирать, убрать То, что вы разделяли полностью заботу о малышах Это как-то сказалось на вашей работе? То есть наверняка вы были не выспавшись, выжатые Были проблемы, конечно, на работе Все само собой уладилось К услугам няни вы не прибегали? Нет Когда я уже села по уходу, сократился доход на полтора раза Ну, как бы и возможностей не было Плюс к этому у нас еще была ипотека, до сих пор есть Вы понимали, что это депрессия? Тогда я этого не понимала Вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это была та самая депрессия Вечная усталость, недосып Все бесит, раздражение Вот я изначально приняла декретный отпуск, как какой-то шанс изменить жизнь Если бы я была все время, сидела с утра до вечера на работе То я думала, что с детьми я смогу самореализоваться Больше времени уделять себе Но это всего не случалось Это иллюзия Да, этого не случалось И вроде бы я весь день занималась с детьми Пыталась как-то мужа поддержать на работе Чтобы у него были какие-то успехи Может быть, карьерный рост был А в итоге-то ничего не получалось, ничего не менялось Не было времени Да, просто оказывается, от меня ничего не зависит Мои дети так же не отличались от других детей Ну, очень много внимания нужно уделять детям На себя как бы времени не остается Да, и то, что у меня внутри происходило, я до сих пор не могу описать Мне было настолько плохо, что мне оставалось только плакать в ванной Все Как-то так полегчало мне после этого Ну, говорят, что слезотерапия, это действительно терапия Вот со слезами выходят Не могла об этом говорить родным А, то есть вы даже тогда Семену не говорили? Нет, я скрывала это Потому что я в первую очередь принимала решение Когда и сколько детей у нас будет Я как женщина могла этого не допустить Я полагалась на свою силу Семен, вы не почувствовали, что... То, что у супруги... Что супруга на грани Нет, она виду не придавала Ну, бывала усталость, раздражительность А то, что у нее депрессии, у меня понятий не было И я даже не могу сказать сейчас, что мы справились с этим Возможно, мы пережили Выжили Да, выжили Лучше сказать, выжили Стадия выдерживания, да Есть такая стадия выгорания, она... Да, и с третьим ребенком уже начали вовремя Сфокусироваться на себя Заниматься собой Больше времени, финансов уделять на себя Вы поняли, что нужно прежде всего поддержать себя Да Родительское выгорание, это не только про матерей Которые, безусловно, 24 на 7 рядом с ребенком Ну и среди мужей то же самое Папа, выгорают папы Вы осознавали? Нет Он особо не осознавал, потому что я чувствую его И даже не предлагаю, а как будто я сама хочу и беру своих детей в охапку и уезжаю в деревню А, и даете ему выдохнуть? На месяц, допустим Он отдыхает, он не думает о нас Я его... не звоню ему Не нагружаю бытовыми Проблемами Проблемами Но это отличный выход Зато отдыхала я, потому что в деревне стирка Готовка, все равно Это никуда не девается Тогда совет Родителям, которые На стадии выгорания и сами того не осознают Больше внимания уделять себе Заниматься спортом Друг друга Друг друга поддерживать Чтобы было взаимопонимание Искать решение проблемы вместе А не искать виноватого Да О, да, отлично, совет А будет ли среди ваших советов просить помощь окружающих? Или это не ваш случай? Не наш случай Ну вы стойки, конечно Стойки Благодарю вас Эй, команда Семен Александров Мы справимся Спасибо На сложную тему материнской изоляции В период декрета Мы нашли героиню Наталья Решетняк Предприниматель Основатель французской пекарни И к тому же мама двух девочек Четырех и десяти лет После рождения второй дочери Наталья остро почувствовала, что не справляется Наталья, здравствуйте Здравствуйте Спасибо большое, что пришли поговорить с нами на эту сложную тему Я считаю, что нужно об этом говорить Да, я согласна, потому что я сама мама У меня две девочки Одной четыре года, а другой десять лет И несмотря на то, что я предпринимательница Вроде успешная женщина Да, картинка всегда И знаете, часто бывает такое, что за вот этим красивым успехом Пытаемся зауалировать и показать, что у нас все так хорошо в жизни Что у нас нет никаких проблем, мы со всеми справляемся Да, такие супермамы И самый частый вопрос Как вы находите время и все успеваете? Да, вы ничего не успеваете на самом деле Вот, если не расставим приоритет А давайте вернемся вот в то состояние Вы знаете, я, наверное, вот это вот почувствовала Когда ребеночку было четыре года Да, просят меня все мамы Но, напомню, отвезла свою дочку к бабушке И я ее просто оставила Потому что я не могла находиться со своим ребенком Это было настолько тяжело Да, Господи Потому что меня все раздражало настолько Меня это все бесило И любая просьба ребенка Я воспринимала какой-то острый нож в свое сердце Вот тот момент, наверное, помощь была от бабушки Которая сказала, привози, все хорошо И я прям согласилась, знаешь Согласилась, сказала, все хорошо Я ее привезла, там, у кого-то недельчику попыла И у меня дочка где-то три месяца была Подожди, я не скучала Я это признаю У меня было как, что я все-таки не ценности семьи Посвящала всю свою жизнь А у меня был бизнес Я больше зарабатывала не денег Знаешь, когда ребенок мешает тебе работать Да, есть такое И многие боятся этого сказать Это стигматизировано в нашем обществе Да, об этом неприлично говорить Но мы об этом говорим Потому что об этом нужно говорить Ты плохая мама Все, я плохая мама Мне плохо, я должна быть с ребенком Это ловушка Это ловушка Вот если, говорит, расстановку в семье То папа на первом месте Мама на втором месте Старший ребенок на третьем месте На четвертом малыш А что происходит? Малыш говорит, я тут главный А все остальные под меня В моем случае так и получилось Что ребенок был главнее Главнее меня Главнее моего мужа В этом состоянии, конечно, я долгое время находилась В такой же прессе А что вы тогда чувствовали? Слушай, ну чувствовала, понимаете, какое было Наверное, беспомощность Беспомощность? И тебе просто нет И твоих слов просто Ну их не существует И ты тоже пытаешься Вот как-то управлять ребенком Чтобы он просто замолчал То есть повлиять физически Эмоционально, словами Я даже не могу сказать, что это правильно Но то, что о нем нужно говорить И что женщина находится в таком состоянии Я честно считаю, что это ненормальное состояние Что все-таки нужно из него выходить А вот вы как выкарабкались? Меня спасло распределение своей жизни На некий, знаете, я представила в виде полочек Такой красивый шкаф На первую полочку я положила свое здоровье На вторую это мой доход Мои заработки На третью это моя семья На четвертую это мое окружение И так далее Да, ну и так далее И когда я поняла, что есть пятая полочка В виде моих личных интересов Что она находится пустая Что нужно обратить время на себя И потратить это время Чтобы все-таки мне быть наполненной женщиной Потому что невозможно отдать другим То, чего у тебя нет Я своей дочери не могла отдать любовь Сама ждала ее от других Да, и поэтому отдав что-то Или приобретив что-то Вы заполнили пятую полочку Пятую полочку я заполнила Это мне стало гармонично с собой И я перестала быть в каких-то сложных депрессиях Я уверена, что ваша история, Наталья Стала освобождающей для многих женщин Находящихся в таком состоянии Спасибо большое, Наталья, что пришли Впервые синдром эмоционального выгорания Был отмечен у людей, помогающих профессии Врачей, педагогов, медиков В 70-х годах 20-го века В американском городке провели эксперимент В социальную службу набрали Самых мотивированных работников Но через пару лет С ними будто что-то случалось Их как подменили Клиенты начали жаловаться, что они хомят Грубят и помощи от них не дождаться Как вы думаете, что случилось? Да, это классический случай эмоционального выгорания Татьяна Васильевна, уважаемый практикующий психолог Психотерапевт Директор Центра Инсайт Преподаватель Института практической психологии В Санкт-Петербурге Татьяна Васильевна, здравствуйте Спасибо, что вы пришли к нам У меня к вам сразу же вопрос Как отличить послеродовую депрессию От родительского выгорания? И в том, и в другом случае Может оказаться, что Депрессии можете не быть И выгорания тоже Не все подвержены этому А, это зависит от человека Это зависит от человека От того, как его воспитали От того, какое детство было у этого человека От того, что он видел в своей жизни Когда он вырастал Какие картинки он видел, когда он был маленький Как мама реагировала на детей своих Как она относилась к теме родительства Потому что ребенок вырастает в этой атмосфере И вот те картинки, которые мы видим Прямо вырастают Отношения людей друг к другу Если бы, например, случай разбирать Если с детства откликнулось Там как раз вот с этой А там же так много всего Там же куча миллиардеров Там на самом деле не так много Оно одно просто Оно проявляется со взрослением Во взрослении, да Все, поняла И в первую очередь Именно когда ты становишься родителем Вылазит все Вот тогда вылази А до этого он спокойно Так, ну прошли и все То есть можно отвлекаться Там молодая жизнь Вот эти события закружили А потом уже дети И ты остаешься один на день И тебя очень хорошо терапевтирует твой муж Который тебе дает другую семью Ну здорово, слушайте Дальше влияет Очень часто я вижу по своей работе Когда именно Мамы приходят и говорят Я все уже, например На пределе На пределе Я уже всех хочу бросить Уехать куда-нибудь Мне настолько все надоело Хотя я умом понимаю Я люблю своих детей Но то, что вот со мной это происходит Это вообще Как бы не влезает в мои рамки Понимание Каким родителем я хочу быть Вот выгорание, да Он может наступить Не сразу после рождения ребенка Он наступает достаточно Через какое-то время Через какой-то промежуток времени Ты думаешь, что меня это обойдет Может так быть Что тебя и настигнет Но ты не знаешь Ты к этому вообще Никто не готов к этому Да, у меня были такие клиенты С которыми мы работали Да, и причины-то находили Не в детях Да А причина первая Которую я встречаю часто Когда мы начинаем работать с клиентом Мы находим в его травмированном детстве То есть, когда они плакали К ним никто не приходил Они были ненужные, например Или их отдавали на время Кому-то, которым как бы Они не сильно нужны были И тут ребенок все время плачет Все время требует твое внимание Вот это как раз Ребенок начинает показывать Твое состояние В которой ты когда-то был Который ты не смог пережить когда-то Да, я поняла, Татьяна Васильевна Это вот часто встречаем И поэтому мы с мамами работаем над этим Ну и вторая тема С которой мы работаем Очень часто это когда выгорание Когда происходит Причина Вот как раз давайте о первых признаках Родительского выгорания Оно наступает очень медленно Обычно люди не замечают родителя Не замечают его Сильно не замечают Думают, вот пройдет, пройдет, пройдет А, они думают, что это усталость Да, я устала Вот сейчас ребенок успокоен Вот или ребенок вырастет Да, у меня все будет хорошо Ребенок уйдет на каникулы К бабушке Я отдохну А потом А чем оно опасно? Чем это состояние опасно Родительского выгорания? Во-первых, очень сильно бьет По самооценке человека К разрушению личности? Да А потом человек начинает критиковать себя Говорит, что я плохой Я плохая И ты Не справляешься Без сил и не справляешься Даже простейшие какие-то проблемы Которые можно было бы решить Но не получается Человек скатывается Успокойся Часто так далее Говорят тебе Воспринимает это с юмором Самый бесящий совет Это никогда с тобой не произойдет Потому что у тебя реально Телесно, прямо как будто тебя придавили И для тебя Твой ребенок кажется Как будто вот он источник Из-за чего у тебя все это происходит Поэтому нам важнее узнать первопричины Из-за чего со мной такое происходит Часто встречаемые причины Это когда У человека У мамы У папы Очень много установок Установки звучат так Ты должна быть хорошей мамой Для всех хорошей Для всех хорошей Ты должна со всеми справляться Ты должна всем угодить Мы их называем перфекционисты Раз ты родил ребенка Ты должна Ты же видишь Как кругом все хорошо справляются Ты вообще лучше должна Всех справляться с этим Но это же неправда Это Это Да Но когда у человека сидит Это очень мощная установка А эту установку обычно мы берем Откуда? Да Общество Кто-то или когда-то Про это сказал А мы хотим быть хорошими Мы уже ориентированы на других А не чем на себя И мы себе не позволяем Быть какими-то плохими И вот С этими вещами стоит работать Татьяна Васильевна Причина всегда внутри человека Не виноваты дети Не виновата вот эта ситуация И нужно разбираться Самому Получится ли самому? Нет? Самому может получиться Если человек очень много читает Очень много слушает Вот такие вещи Чем больше Чем кругозор шире Да Чем мы Освеномленнее Тем мы можем смотреть В ту сторону Куда можно реально смотреть Но лучше всего Конечно Разбираться со специалистами Именно психотерапевтами Спасибо большое Я надеюсь Что наши телезрители поняли Что если они на грани Родительского выгорания То не нужно стесняться Обратиться за помощью Специалистам И не нужно ждать И говорить Что все само пройдет Да Все само не пройдет Да Справимся вместе со специалистами Конечно Это будет быстрее Когда будущая мама в положении Все ее мысли направлены на то Как произойдет ее встреча с малышом И мысли о грудном кормлении Как-то отходят на задний план Ну не актуально пока Считается Что это настолько Естественный процесс Что приложил грудь И все Однако Целых 65% Женщин Сталкиваются С трудностями И чтобы этого не произошло Нужно основательно подготовиться Как раз об этом В нашей рубрике Сказка для малышей Сегодня наш сюжет о том Как подготовиться К успешному грудному скармливанию Ведь безусловно Каждая будущая мамочка Мечтает о том Что будет кормить малыша С собственным молочком Давайте узнаем Что для этого необходимо приобрести Чтобы грудное скармливание Длилось как можно дольше И приносило удовольствие Для начала необходимо Приобрести специальный бюстгальтел Для кормления Так как грудь заметно Становится больше То выбираем чашечку на один А может и на два размера больше Далее Обязательно Нужно приобрести Халат и сорочку Все это вам понадобится Уже в роддоме Если вы уже собрали Тревожный чемоданчик То наверняка Позаботились о том Чтобы у вас был Заживляющий крем для сосков Современные гидрогелевые подушечки Тоже вам пригодятся Особенно в первые недели кормления Когда вы только налаживаете его Просто кладете патчи в морозильную камеру И если вдруг произошло ЧП Ваши соски треснули Это будет экспресс-помощью Вы их приложите на больной участок груди Заживляющий эффект вам гарантирован Также имеются вот такие формирователи сосков Если у вас есть проблема втянутых Или плоских сосков Уже во время беременности Вы можете начинать их носить Молокоотсос Необходим лишь тогда Когда есть необходимость Отлучиться на некоторое время от малыша Например, поход в магазин Кафе с подружками на 2 часика Маме тоже нужно отдыхать На короткие отлучки Банк молока не пригодится Но запастись все же им стоит Тогда на помощь придут специальные пакеты Для хранения грудного молока Мало ли какие могут возникнуть Непредвиденные обстоятельства Когда маме нужно отлучиться от малыша На некоторое время Одноразовые прокладки для бюстгалтера Если вы приобрели готовый комплект роддом То не спешите брать полную упаковку Потому что есть риск того Что они вам вовсе не понадобятся А в готовом комплекте Имеется пару штук для пробы Необходимо подобрать максимально удобный бюстгалтер для хранения Ничего не должно утягивать или сжимать Конечно же перед покупкой Лучше всего будет примерить его Также здесь большое удобство в том Что есть быстрый доступ к груди Просто отстегиваете чашечку И кормите малыша Также сюда отлично подходят прокладки для груди При правильно подобранном размере бюстгалтера Мастит и лактостаз вам не грозит Также во время кормления Очень важно принять максимально удобное И комфортное положение Ведь порой кормить малыша приходится до 40 минут И тогда на помощь приходят Вот такие чудо-помощницы Подушки для кормления Где малыш принимает Максимально естественное положение При котором вы обеспечиваете Правильный захват груди Если малыш берет грудь неправильно То мамочкам очень-очень больно При постоянном неправильном захвате груди Малыш не доберется до заднего молочка Которое наиболее жирное и питательное Как хорошо, что мы сейчас живем В мире современных технологий И у нас есть вот такие современные гаджеты Которые позволяют нам ощутить весь комфорт И радость материнства Желаем всем мамочкам побольше молочка Лена Деодорова, пожалуй, одна из самых откровенных блогеров В якутском инстаграме Лена честно делится своими мыслями Эмоциональными переживаниями Детскими травмами Течением своей психотерапии И трудностями материнства Лена транслирует идеи бодипозитива Преодоление страхов Принятия и бережное отношение к себе У Лены сын И не самый простой опыт родительства Лена, привет! Спасибо, что ты в нашей студии Начнем сразу же с самого такого острого вопроса Я хотела бы тебя погрузить в прошлое Можешь вспомнить свою историю родительства? Как ты стала мамой? Как было тяжело вот сразу после? Я не могу сказать, что прям это было сразу же тяжело Мне было тогда только 24 года Я была очень неопытной мамой Я сразу же скажу, что я не планировала с самого начала Что вот у меня будет беременность и стану мамой в этом возрасте Я думала, что когда-то произойдет, но не в 24 Но это произошло неожиданно И я это быстро приняла И когда я вот уже родила У меня скорее было беспокойство от того, что есть некое несоответствие С тем, что через что я прошла во время родов Что я испытываю сейчас Что у меня происходит внутри И что мне общество транслировало Что это что-то такое классное быть мамой Что я могу бегать с ребенком в коляске Что я могу быть такой же активной и позитивной Что ты познаешь смысл жизни и станешь самой счастливой Да, вот что вот оно счастье-то теперь наступило Но я держала ребенка и не могла понять А где, собственно, мое счастье? И у меня было ощущение, будто меня действительно обманули Как будто вот, ну вот, такое ощущение Сколько это длилось? Вот ты боролась с рутиной Смотрела, вот тебе муж помогал? Да, конечно, мы первое время растили вместе Мне кажется, вот этот период, когда мы с малышом вместе притирались друг к другу Он занял где-то до четырех месяцев Это был самый адовый ад, честно скажу И я помню первое время я просто плакала Плакала, потому что моя жизнь никогда не будет прежней Что я никогда не смогу поехать на автобусе в путешествии Слушать плеер И чтобы меня больше ничего не беспокоило Я плакала, и когда у меня спросили Лен, что случилось, что ты платишь? Я говорю, ну вот я плачу после грудного вскармливания На самом деле я просто оплакивала Наверное, то, что какая-то ушла из моей жизни беспечность И это был, сейчас я понимаю, это был некий кризис Момент перехода от одного статуса в другой статус От статуса свободной девушки, статус матери И мне кажется, это хорошо признаться в своих чувствах Оплакать, потому что это действительно есть некое горевание И потом я уже начинаю понимать, что и в материнстве, в принципе, тоже есть какие-то бенефиты Чтобы уж там не говорили мне И уже начала стараться себя переключать и смотреть на какие-то позитивные стороны Я читала в книжках, что вот первое время очень сложно Потому что мне нужно будет эмоционально полностью вкладываться в ребенка Что отдачи никакой не будет Что я буду очень сильно уставать Но этот момент, он пройдет И действительно, это было так Сколько это длилось? Это длилось, наверное, до первой такой улыбки ребенка До его первого смеха Потом то, что ребенок начал садиться, ползать И вместе с ним, получается, я же в очень молодом возрасте стала мамой, да? И вместе с ним росла я тоже Хотя я не скажу, что у меня был идеальный малыш Он ни разу не сидел в коляске Только у меня на руках, представляешь? И мне приходилось все время его таскать на руках И я чувствовала очень большой прессинг от моих родных Что вот я приучаю ребенка к рукам И я действительно думала А может, я действительно приучаю его к рукам? Но потом я подумала Господи, я не знаю ни одного 30-летнего мужика Который сидит у матери на руках Наверное, наступит какой-то момент Когда он от меня слезет И не будет нуждаться в том, чтобы я таскала его на руках Лена, кстати, про родных Ты научилась спросить у них помощи? Тут, скорее, было очень сильное навязывание помощи И вместе с помощью мне навязывали активное чувство вины Что вот я, например, кормила ребенка У нас было грудное скамблевание И у ребенка были колики И мне говорили Наверное, ты что-то не ешь И я думала Господи, наверное, я действительно что-то не ем И в коликах ребенка виновата я Я сидела на одном куином бульоне И думаю, господи, какая это была глупость Вообще, реально Потому что у молока... Ты больше стащила ничего Да, постоянный состав И от того, что я ем, в принципе, не сильно это сказывается Но ты это узнала позже Это я узнала из книг И мне приходилось просто буквально доказывать Потом я еще очень сильно боролась с тем Чтобы прикладывать ребенка по его желанию Вот он плачет, и я приложила А не потому, что нужно по часам Водить его в туалет тоже по часам И что тогда якобы ребенок растет спокойнее Но нет Дети уже рождаются со своим характером И это мне, как взрослому человеку Нужно как-то пристраиваться Понимать, принимать его характер Поэтому я просто с боем, наверное Себе вот эту вот дорожку какую-то вытаптывала Чтобы я могла кормить ребенка в любой момент Чтобы я могла носить его на руках Ходить с ним, куда я хочу И быть ему той мамой Которая ему действительно нужна А не которая одобряема обществом Лена, я хочу у тебя спросить такой интимный вопрос Никто об этом никогда не говорит Как изменилось твое тело после родов? Какие проблемы со здоровьем возникли? О которых тебя тоже никто не предупреждал Но они случаются у каждой родившей женщины На самом деле, когда я только забеременела Я купила первым делом книжку Сразу после теста Я пошла в книжник, купила книжку Энциклопедия, беременная И что-то типа в этом роде Я открыла и начала читать про то, что бывает Гистос, геморрой, варикозное расширение вен Лишний вес и сахарный диабет И я такая начала думать Господи, почему мне об этом никто не сказал И я узнаю об этом, когда уже в принципе поздно Но мне кажется, здесь очень важно Как-то вот успокоить саму себя Потому что у всех по-разному Если в энциклопедии написано про геморрой Не обязательно, что у тебя это случится Он у меня случился позже На минуточку Да Но тем не менее Но тем не менее А беременность это такой фактор Да, у меня случился первый раз гистос Меня первый раз в жизни вообще стошнило И моя первая мысль была А смогу ли я вообще полюбить ребенка после такого? Ну полюбила Полюбила Успокой в будущих мамочек Да, это все нормально Мы все через это проходим И мне кажется, очень важно найти какого-то адекватного врача Который будет тебе говорить, что это нормально Мы все через это проходим Мое тело поменялось, потому что я стала кормящей мамой И из меня вышел ребенок Мне было как-то психологически, наверное, сложно принимать свое тело Потому что как будто оно мне не принадлежало Как будто я чувствовала себя каким-то молочным заводом Который нужен для кормления ребенка Для обслуживания его нужд А мое тело мне не принадлежит Сейчас что-то влияет на твое качество жизни? Ну разве что боль в пояснице Да, и все? Да, и все И мы все с этим прекрасно живем А как часто ты сейчас сталкиваешься с родительским выгоранием? Или же ты построила свою жизнь? Оно у меня было в самом начале Но потом уже со временем, когда ребенок начал расти Я начала понимать, что мне не нужно быть идеальной Я не хочу быть идеальной мамой Мне достаточно быть просто хорошей Достаточно хорошей мамой И все равно в моменте нельзя сказать, что вот эта мама хорошая, а вот эта мама плохая Жизнь расставит все по местам А судьи кто? А зачем? Быть хорошей мамой, собственно говоря Да, и вот эта вот грань, она очень тонкая Я для себя решила, что мне, наверное, важнее не то, какое впечатление я произвожу в обществе А какие у меня отношения с моим ребенком Есть ли у меня с ним близость Какое у нас качество связи И я хочу, и возможно, в будущем, лет через 30, я скажу себе Да, я хорошая мама Когда мой ребенок будет звонить мне раз в неделю Не потому, что его гложет чувство вины Потому что родителям нужно звонить А потому что он хочет, услышит голос мамы Да, потому что ему интересно мне рассказывать о своих каких-то Приключениях Событиях в жизни Потому что мы с ним дружим Вот мне хотелось бы иметь с ним в будущем, когда он станет взрослым Какую-то такую дружескую связь Спасибо большое Да, очень приятно, что Лена расставила свои приоритеты И делает ставку на самое важное Не всегда виновата во всем мама Дорогие мамы и папы Все мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами Помните, что вы в них не одиноки Открывайте своим близких Просите помощи у окружающих Ведь вместе мы справимся Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»